Всем привет! Вы так долго этого ждали? И вот оно, наше третье видео об усилителях Урал серии МОД. В предыдущих видео мы вам рассказывали об особенностях усилителей, а также произвели замеры на стенде Гравицапа. В данном видео мы вам покажем работу усилителей в системе с другими компонентами этой серии и установим их в автомобиль. Состав системы можно увидеть в этом видео. Стоимость системы составляет 23 650 рублей. Базовая стоимость установки 20 600 рублей. А также, я напоминаю, для всех участников программы «Свои» есть возможность приобрести компоненты этой серии и заказать установку в Урал-депо со скидкой 15%. Стоимость системы и установки будет составлять 37 600 рублей. Выражаем благодарность всем участникам конкурса. Мы получили 114 заявок. По результатам нами был выбран автомобиль Lada Vesta красного цвета. Это не самая дешевая модель Автоваза. И она пользуется огромной популярностью на рынке. Модель выпускается с 2015 года. По итогам 2018 года данный автомобиль был лидером продаж. Автоваз продал более 100 тысяч автомобилей. А с по августу 2020 года было продано более 60 тысяч автомобилей данной модели. А сейчас я представляю вам победителя, владельца автомобиля Губарь Антона. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Ну, возможно, вы со мной уже знакомы. И сейчас я вам задам несколько каверзных вопросов. Готовы? Задавайте. Нашим зрителям, в первую очередь, будет интересно узнать немножечко о вас. Можете рассказать что-то нам интересное? Чем вы занимаетесь? Как живете? Женат. Работаю механиком в мотосервисе. Из увлечений немножко фотографии, изготовление кожаных изделий. Собрал 3D-принтер. Да вы что, здорово! Круто! А почему вообще вы выбрали именно данный автомобиль? Любовь к знакомились с техникой Урал? Да и не вспомнить, когда это было. Достаточно давно уже стоит. То динамики, то усилители. Кстати, о звуке, о звучании. А вообще музыку любите? А как же. А как вы предпочитаете больше всего? Все по настроению. Миломан? Ну, можно сказать и так. Может быть, и Гориллос, может быть, и Нирвана, может быть, и Офспринг, Гроди, Нироманах, Феофан. Не знаю, из последнего Little Big понравился. А какие у вас вообще ожидания по звучанию после установки системы? Ну, по сравнению со штатной, конечно, прирост будет. И по качеству, и по громкости. Не только навигатор можно будет слушать. А были ли вы ранее знакомы с компонентами Урал серии Молот? Конечно. Я же подписан на группу. Да? Ну что, вы наш подписчик? Да. Все посты провайкали? Практически. Справляйтесь, а то приз отберем. Ставайтесь. Ну и хорошо. И последний вам, наверное, вопрос будет. Это... Ну, вообще, ожидали, что именно вы станете победителем? Да. Нервничали? Я ожидал и надеялся. Надеялись? Да. Ну, вот видите, я вас поздравляю. Спасибо. Еще раз. Спасибо вам огромное за интервью. И сейчас, наверное, поедем на установку в гараж. Да. Помчали. Итак, к нам приехала машина на установку комплекта Молот. Расскажем подробнее о комплекте. Динамики Молот 165. Широкополосные динамики, которые становятся взамен штатной акустики. Усилитель на них Молот 4.60. Усилитель оснащен всем необходимым на борту, необходимыми фильтрами, для того, чтобы подрезать нежелательные низкие частоты на данной акустике, для того, чтобы мы могли заставить играть ее громко, так как в этой системе уже будет установлен сабвуфер, и он будет отвечать за басовое звено. Он будет питаться от усилителя Молот 1.500. Подключен будет в 1 Ом. Заявка сабвуфера 300 Ватт номинальной мощности. Соответственно, мощность, превышающая более чем в полтора раза, будет благоприятно сказываться на характере звучания. У динамика будет необходимый контроль. Для подключения данного комплекта нам понадобится, конечно, силовая проводка, акустическая проводка и межблочный кабель. Силовая проводка используется в Молот МТ-4. Комплект включения четырехканального усилителя. Так как у нас один четырехканальный усилитель, второй моноблок, мы будем пользоваться также игрек-разветвителями. Этот комплект оснащен пяти метрами силовой проводки с течением 25 квадратов для того, чтобы провести плюс от аккумулятора. В комплекте уже имеется силовой предохранитель, межблочный кабель и кабель на минус. Плюс этой проводки в ее хорошей скрутке, гибкой изоляции, что позволяет удобно прокладывать ее в автомобиле. Вы даже не узнаете, что у вас лежит силовая проводка, потому что она спрячется под штатный ковролин, под штатный пластик. И это будет все компактно и будет работать. Теперь поехали к работе с автомобилем. Кстати, нам очень повезло с автомобилем. У данной Весты в багажнике имеется органайзер с пенопластными вставками. Данную вставку мы аннулируем. Туда будет изготовлен фальшпол. Будут установлены два усилителя, дистрибьюторы питания. Сюда подойдет проводка силовая, акустическая и межблоки. Все будет скрыто под родной крышкой и даже не будет видно вмешательства в автозвуковую схему данного авто. В следующем видео вы увидите результаты установки. Помимо этого вас ждет видео арт-дизайн машины, прослушивание системы и самый честный отзыв от нашего победителя. Также хочу вас обрадовать то, что в следующем ролике, в четвертом, вас ждет новый конкурс с очень крутым призом. Это будет усилитель Молот 2.60. Участвуйте! И еще нам осталось объявить победителя предыдущего конкурса. Кто же набрал максимальное количество лайков и чей комментарий стал самым популярным? Итак, барабанная дрожь Николай Иванов. Поздравляем вас! Ну вот и все, нам пора заканчивать это видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на нас и участвуйте, и побеждайте в наших конкурсах. Пока-пока! Молот! Субтитры сделал DimaTorzok